смотрите как у андрея получается кататься первый раз стал на ролике да андрюш первый раз стал на ролике как здорово получается вообще форма прям у тебя получилось сине-черное я в носках вообще вышла давай сынок давай я буду тебя ждать пока поехал учиться блин сынок я тобой просто горжусь у тебя ты первый раз стал на ролике так здорово получается первый раз видишь как да видишь как важно чтобы у тебя была защита и для головы очень важно андрей просто не хотел одевать защиту я говорю конечно надо ты что сейчас вот раз случайно грохнуться и еще и больницу не хватало на день рождения пойти нравится а класс это его первый раз он вообще никогда на роликах не катался он всегда о них мечтал потому что видел у других детей блин как они все-таки знаете что я поняла когда мы только что были то вам по секрету насчет детей и к воспитания такой мой моментик детям не нужно мешать учиться особенно мама меня поймут и папы тоже очень переживаем за детей чтобы не дай бог не упал не ушибся не разбился не это но таким образом мы им можем программировать что не как будто бы ничего не получится я конечно так не делаю я обычно тебя все получится ты молодец этого и горжусь просто нужно давать ребенку возможность совершать ошибки учиться самому и смотрите как здорово у них будет получаться он просто первый раз ты меня забирают живот сердце вы понятное дело я мама я переживаю но блин я в то же время просто так горжусь у него суперски получается ты молодец сынок до помощь и привет поэтому нужно детям давать возможность учиться самим на своих ошибках а да давай учись учись детям нужно давать возможность учиться самим совершать ошибки и они сами на них будут учиться понятное дело мы как родители хотим их подстраховать подстелить соломку но в жизни так мы не сможем делать правда поэтому для этого и нужна до защита сынок упал как дети маленькие рождаются они же не умеют сразу ходить мы как-то поддерживаем чем-то чем-то помогаем придерживаем вот в квартире пока мы были я придерживала я очень переживала меня до сих пор животе знаете такое переживание аж не знаю как это объяснить чувство аж дыхание так затомилась или как это объяснить и думаю боже как он будет на улице а он так раз просто показал что он умеет я просто отпустила конечно переживаю просто но чисто по-мамски но так уже я вижу что ему очень нравится и я просто не переживаю уже катается на улице 10 утра еще никого нет класс муж говорит я посмотрел как он едет теперь тоже хочу давай говорит что у него болят руки от защиты я говорю но как по-другому никак давай у тебя все получается я смотрю не надо болит Первый раз ребенок стал на ролике. Супер. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Helium balloons. Вау. Can it fly up? Yeah. Yeah, thank you. You're welcome. Let's open it up. Let it loose. Yeah. Lots of balloons. We will go in the car right now. Yeah. We will take... Papa, will we take this? Some balloons? You can take some, yes? Yeah. You can take... Wait. I need to do that. Yeah. Hey, son, do you like it? Let's take one at a time on the day, because they click it and see, it says 9 on. Yeah, I see. Very beautiful. Now our room is... Very beautiful. Very beautiful. Yeah. And I like these blue colors. Yeah, very nice. Lots of them, right? Mm-hmm. На полу у нас шарики чуть-чуть. Тут я повесила чуть-чуть. Сейчас еще такие гелевые. Вау. Очень красиво. Возьмешь себе какой-то один шарик, запустишь, желание загадаешь. Да, сынок? Субтитры сделал DimaTorzok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Андрюша. Happy birthday to you. У-ху! С днем рождения! Спасибо. Муся отмечает тоже день рождения. Хочет поиграться с шариками. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. А это? Что? Еще один? Зачем? Зелтый. Желтый? Желтый. На гармошке у прохожих. Наведу к сушевым день рождения только раз в году. Без днем рождения. Зелтый. Субтитры подогнал «Симон» Как вы уже поняли, мы приехали отмечать день рождения в Леголэнд, который находится в Виндзоре. Кстати, интересный факт, то что этот Леголэнд самый большой по площади из всех Леголэндов во всем мире. В этом парке насчитывает более 55 аттракционов и только за 2015 год посетило более 2 миллионов посетителей. Так как у Андрея день рождения, я ему решила прикрепить вот такую брошь о том, что он именинник. И я почему-то подумала, что вдруг какой-нибудь нам перепадет подарок. И при входе охранник нам сказал зайти в этот гест сервис, чтобы получить что-то в честь дня рождения. Я подумала, что это подарки, но на самом деле нам дали еще одну похожую брошь, только с другой надписью. Ну и с Леголэнда, конечно. Это гест сервис, где вы можете прийти, решить какие-то вопросы, купить вот такие какие-то лекарства нужные, зарядить ваш телефон, взять пауэрбанк. Цены вы видите на экране, как все работает, тоже видите. В принципе, достаточно неплохо продумано, кому-то вдруг плохо стало, с собой нет аптечки. И здесь хотя бы самые основные лекарства можно взять. Также здесь есть кофешоп, здесь можно купить различные кофе, чаи, напитки, воду и различные снеки. Сейчас с вами зайдем туда вовнутрь и я вам покажу, что там продается. Полноценно вы, конечно, не поедите, как в ресторане, но хотя бы вот такие вот снеки вы можете приобрести. Различные бутерброды, круассаны, напитки и вот цены на горячий кофе, капучино, горячий шоколад, чай и мороженое. У нас разбегались просто глаза, было столько различных интересных аттракционов и штук, которые нам хотелось бы попробовать. И мы начали наше путешествие по Лига Ленду вот с такого поезда. Мы подумали, что мы сможем прокатиться на нем вокруг всего парка, посмотреть где что находится, но нет. Мы проехали буквально одну-две минутку мимо вот этих вот аттракционов, на которые, кстати, нам не удалось попасть, потому что очереди были примерно 45-50 в некоторых аттракционах и даже час. И мы просто туда не смогли попасть, учитывая то, что мы поехали в обеденное время. Хотя в это место, конечно, лучше выезжать с раннего утра, потому что действительно можно потратить половину дня просто стоя в очереди. И я еще вам хочу посоветовать очень классную штуку, как приложение Лега Ленда. Там указано очереди, сколько во времени нужно ждать, и очень удобная карта, по которой удобно смотреть полностью всю карту, что где находится, и очень удобно добираться. Первый аттракцион, вот этот вот пожарник, и мы ждали в очереди 20 минут. Это был самый первый аттракцион после поезда, который мы пробовали. И вот эту вот штуку нужно было нажимать для того, чтобы машинка поехала. У меня вообще была двойная работа, потому что я и нажимала, и пыталась снять для вас эти моменты, как мы проводили время, и для других зрителей, чтобы они примерно понимали, как выглядит Лега Ленд, и что там есть интересненького, как можно проводить время с детьми. У меня была вообще двойная задача, поэтому не скупитесь на лайки, буду очень рада вашим комментариям, старалась для вас. Ого! Очень тяжело! Ай, так вот. Мама, давай! Давай, туши! Вовнутрь ты? Ай, ты делаешь очень хорошо! Мы дома особо не успели поесть, поэтому пошли в еще одно место. Вот такое кафешка. Здесь можно примерно купить то же самое, как и Макдональдс. Здесь бургеры, можно собрать мил, как хэппи мил, только без игрушки, естественно. Вот такую картошку мы заказали, куриное мясо, бургеры, быстренько перекусили, и пошли дальше занимать везде очереди, потому что, несмотря на то, что день был среда, не выходной день, но так как на улице каникулы, детей было очень много, очереди везде большие, поэтому мы быстро-быстро поели и побежали на следующие аттракционы. Здесь неплохая кафешка, было довольно-таки вкусно, можно набрать все, что вам нужно, и, в принципе, неплохо перекусить. Мы уже пришли на следующий аттракцион, машинки, вы только посмотрите, сколько людей в очередях. Это Unreal. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как покатался? Ну как тебе? Понравилось? Пойдем получать права твои. А ну покажи. А, Андрей получил права. Пойдем получать. Я не могу на машине, на настоящей? Да, конечно. Сюда, Андрюш, сюда. К сожалению, на водный аттракцион у нас уже не оставалось времени, потому что, как я говорила ранее, время ожидания в очереди составляло примерно 45 минут, и тут это как минимум, и мы решили, что не стоит тратить остальное, оставшееся, вернее, время на ожидания, а просто лучше насладиться уже теми аттракционами, где меньше очереди. Это будет гораздо лучше, чем простоять все это время в очередях в ожидании всего лишь одного аттракциона. Поэтому на некоторые аттракционы Андрюша уже ходил сам, и сейчас покажу, что там еще есть интересненького для ваших детей и для вас. Продолжение следует... это будет очень крупная пустая, но нет, чтобы взять это лак, подз 인터� туб, О, смотрите. Ну, кстати, вот и видите, сегодня мы увидим, что это было бы за второй комнат, где-то было бы за девушкой. Да, наверное, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Чтобы покататься на этом аттракционе, мы прождали в очереди примерно 25-30 минут, а прокатились буквально за 40 секунд, максимум за одну минуту. Поэтому имейте в виду, что полдня можно простоять в очередях, поэтому лучше свое время планировать заранее, смотреть в приложении, где какие очереди и приходить с самого утра, а не в обед, как мы. Дима Торзок Части разных стран построены из лего. Это очень интересно, сейчас я вам все покажу. Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...